Когда в 2010 году полыхали пожары по всей России, был издан указ президента о добровольной пожарной охране и, естественно, о волонтерском движении. Не стало исключением создание таких добровольных пожарных дружин и создание волонтерских отрядов и у нас в Анапе. И вот сегодня мы заканчиваем цикл занятий, 2012-2013 год учебный, со студентами РГСУ. 20 волонтеров-студентов Российского государственного социального университета добровольно вступили в отряд волонтеров. Они уже выучили по медучебникам, как отличить обморок от теплового удара или в результате травмы, какими должны быть нормальные пульсы давления. А вот теперь на практике им предстояло делать искусственное дыхание и оказывать первую помощь пока что манекену, по версии врачей, наглотавшемуся морской воды. Практические занятия проводил врач службы спасения Андрей Грищенко. Врачи утверждают, что в большинстве случаев человек умирает не от травм, а безумелой, вовремя оказанной помощи. Даже если мне это не пригодится как профессия, то я в жизни, в любой ситуации могу помочь людям. У меня есть какие-то основные базовые знания, которые я могу применить в любой ситуации. Потому что я знаю много ситуаций, когда человек вроде бы хочет помочь, но он не знает чем. В перерывах между занятиями по медицине волонтерам демонстрировали технику службы спасения. Занятия проводил ветеран службы начальника отдела пожарно-спасательных работ Сергей Максимов. Это были последние занятия, после которых молодые люди получат удостоверение волонтеров. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион.